Она обшита деревом. То есть внутри она металлическая. Здесь шпон дерева, а внутри она металлическая. Вот так с помощью маленькой хитрости придали исторический вид входной двери. В доме номер 10 в первом неополимоском переулке закончили капитальный ремонт. Зданию более 100 лет специалисты столкнулись с множеством задач. Сделать хорошо и качественно, сохранить прежний облик, конечно, и пожелания жильцов учесть. При ремонте фасада дома здесь поставили дверь, как она была в оригинале, при постройке этого дома, по запросу жителей. То есть попытались сохранить максимально все в первозданном виде. Пришлось поднять архив, найти старые фотографии. Старшая по дому Елена Ивановна нам предоставила фотографии. Вот по этим фотографиям искали что-то похожее. Жители говорят, у нас получилось. Бережно отремонтировали архитектурный декор, восстановили венчающий карниз, облицевали дом гранитной плиткой. Использовали современные материалы. Водосток, карнизы сделаны из оцинкованной стали. Такая служа дольше не ржавеет. Безусловно, доволен. Безусловно. И мы надеялись, что это так у нас благополучно закончится. За 4 месяца это уникально. Работали очень хорошие специалисты. Мы создали все условия рабочим. У нас не было никаких проблем с ними. Помимо внешних преображений, есть и такие, которые незаметны глазу. Например, заменили инженерные сети мусоропровод. Самые разрушенные крыши, как всегда, бывают самые разрушенные элементы. Были установлены часть балок, тропильные ноги. И все полностью заменено кровельное покрытие. Множество деталей на фасаде свидетельствует. Дом непростой. Выполнен в стиле эклектики, говорят специалисты. В Москве возникают здания, где окна, например, в готическом стиле, но при них наличники из эпохи барокко. А лепной декор может напоминать что-то из стиля ампир. Вот это и есть эклектика, когда в одном конкретном здании можно обнаружить следы совершенно разных архитектурных стилей, относящих нас к разным эпохам прошлого. Еще один жилой дом в таком же стиле восстановили в рамках капремонта на Садово-Кудринской улице. Его построили в 1912 году. Здание имеет сложную форму. Три сквозных проезда. На фасаде эркеры, ниши, русты. Это такие нарядные накладки. Мастера и тут привели в порядок архитектурный декор. Впрочем, и не только его. Также были выполнены работы по проведению антигрибковой обработки мест замачиваний. Соответственно, последующая уже окраска и обработка и так далее. Помимо этого была заменена водосточная система, заменены отливы на цоколе и выполнен ремонт подвального помещения. Некоторые жители хотели ремонт своих балконов, например, как замена гидроизоляции балкона. Это все выполнялось в рамках доступа. Дополнительно никаких денежных средств не занималось жителей. Это все в рамках проектной смертной документации выполнилось подрядной организацией. Этот дом привели в порядок за 4 месяца. Всего по столичной программе капитального ремонта жилого фонда в 2023 году отремонтировали более 35 таких домов в стиле эклектики. Да, очень довольны. Отлично отремонтировали фасад, все покрасили с большой любовью. Причем такие ремонты периодически происходят, ну там раз лет в 5, наверное. В этом году как-то прям особенно хорошо сделали. Поэтому все хорошо. Специалисты говорят, на свою работу дают гарантию 5 лет. Если за это время что-то потеряет былой вид, подрядчики должны устранить замечания. Марьяна Искевич, Андрей Конаков, Анастасия Холодилина, Москва, 24.